вчера в киеве выпал первый снежок а вот пожалуйста утро следующего дня макрота но что сделаем ничего у природы нет плохой погоды есть неудобная одежда одежда сейчас есть у всех удобная поэтому не ищите причинки ой так мрачно ой слякотно ой не хочу до сегодня пропущу нет стали оделись и вышли сейчас голову все со мной на пробежку хочу показать свой подоконник что у меня стоит еще на подоконнике вот у меня на подоконнике вот иду 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 по дорожке и пришла к фруктам у меня на подоконнике фруктовнице находится фрукты конечно на подоконнике не в холодильнике потому что киви гранат лимон такие фрукты не в холодильнике находятся хурма хурма красавица такая таня ты же не по хурме вчера иду по ярмарке даже не реагирую так подошла к синему винограду молдавский мне нравится синий молдавский виноград но я же понимаю я же знаю виноград это чистый сахар таня чистый сахар ну ладно возьми хурмы я себе разрешила вчера взять хурмы это повелась на цену повелась изначально на цену акция 20 гривен за килограмм у нас в украине 1 доллар 26 гривен то есть дешевая хурма ниже доллара ну ладно взяла пришла домой помыла и над умывальником прямо съела молчу такая длинная пауза и сама себе чё объелась сладким да да получилось только витамин обалдеть сладенького захотела таня да ну конечно хурма же как мед сладющая мягкая такая боже мой и изжевать не нужно просто глотаешь глотаешь выпиваешь этот сок наелась и сахара сама себе потом лекцию читаю но повелась на цену я как-то мимо прохожу всегда мимо бананов прохожу потому что я знаю что банан один съели съели 6 чайных ложек сахара кто-то скажет да я только пол бананчика пол бананчика три чайных ложки сахара напоминаю пол бананчика виноград чистый сахар поэтому кто хочет постройнеть уходите от сладких фруктов признайтесь себе вы хотите сладкого сразу возле фруктов так и говорите что сладкого хочешь да он купи киви себе вот гранат киви лимон яблоки да кстати на днях покупала наши украинские яблоки снежный кальвин очень вкусный снежный кальвин очень вкусный но такой душистый не стеклянные яблочки такие вкусные нужно посмотреть еще купить снежный кальвин гранат полезно конечно очень активе как полезно боже мой это китайский крыжовничек ягода такая китайский крыжовничек просто а какой же богатый витамины состав имеет киви витамин c это одна ягодка дневная норма витамина c это одна вот эта ягодка это просто клондайк витамин витамин а витамины группы b и b1 и b2 и b6 и b9 фолиевой кислота и витамин c вот 100 грамм киви 100 грамм это 50 процентов знаете чего магния 100 грамм киви 50 процентов дневной нормы дневной нормы магния кто-то скажет а банан банан магний банан это сладкая картошка не забывайте намного полезнее есть киви вот хочется сладенького да часто очень перед месячными женщин тянет на сладкое это нехватка магния это первый показатель тянет на сладкое нехватка магния в организме дергается века напоминаю это нервная система нехватка магния ночные судороги это нехватка магния у человека поднимается давление приезжает скорая что скоро делает колит магнезию магний вот так вот такая польза киви поэтому обязательно в сезон нужно покупать киви и есть это недорого дневная норма две ягодки две ягодки вкусные напоминающий вкус крыжовничка две ягодки это больше даже чем суточная норма люди витамина c и это 50 процентов суточной нормы магния вот такая польза киви поэтому киви намного полезней хурмы банана и винограда меньше едим сахара мы с вами гали балу вани мы солодкого особи найдемо иногда уводим себя уводим хватит не смотри или насмотрелась отходи от стоечки все сладкие фрукты не покупаем вот эта хурма у меня ну так немножко себя побаловала но ставку на этот фрукт не делай всем добрый день всем доброго времени суток самому самому шикарному сообществу физкульт привет общаемся милого и сообщества у нас очень интересные темы очень у нас же с вами один формат формат похудения и формат нашего здоровья я стараюсь отвечать на комментарии мои хорошие если кому-то не пишу оставлю только сердечко пожалуйста не обижайтесь я занимаюсь комментариями по четыре часа в день утром с пяти утра я стою допустим это может быть и лежа я уже на глаза ничего не вижу от компьютера от планшета от очков поэтому иногда просто могу поставить сердечко но стараюсь всегда конечно человеку ответить вот недавно мне был такой комментарий как не питаться у меня хронический панкреатит не часто но люди поднимают эту тему как питаться хронический панкреатит мне когда-то тоже ставили хронический панкреатит хотя никаких болей никаких жалоб у меня совершенно не было у меня единственное что есть застой желчи все на поджелудочную я жаловаться не могу но в документе всегда писалось хронический панкреатит его человек написал мне как мне питаться при хроническом панкреатите я понимаю что человеку нужно сбросить немножко веса потому что человек находится в нашем сообществе может быть есть лишний вес но диагноз поставлен хронический панкреатит то есть жирного нельзя вот все связывают поджелудочную железу жирами только жирами так вот давайте поговорим с вами о хроническом панкреатите милые мои хорошие в первую очередь я ищу эту информацию для себя любимой сегодня мне не поставят этот диагноз потому что я докажу и расскажу любому медику раньше конечно писали но я даже раньше не обращала внимание написали хронический панкреатит пусть пишут мне все равно при весе тогда 100 килограмм мне ставили хронический панкреатит хотя жалоб совершенно не было но поставили написали значит им виднее на узи это сейчас я умная так вот у кого там хронический панкреатит поставлен у кого там лишний вес внимательно слушайте хронический панкреатит вот это диагноз сейчас ставится тотально налево и направо даже маленьким деткам четыре года ставят хронический панкреатит вот в чем суть этой болезни хронический панкреатит в чем суть функция поджелудочной выделить ферменты которые будут расщеплять нашу пищу в 12 перстной кишке хронический панкреатит это состояние внимательно слушайте все когда поджелудочная железа поддерживает пищеварение то есть хорошо у нас перерабатывается расщепляется наша пища еда должна расщепиться мы получаем все микро и макро нутриенты и мы с вами набираем вес или держим вес но мы с вами не худеем пища хорошо усваивается у нас внимательно случае хронического хронического панкреатита пища как вошла так и вышла полный человек не может иметь хронический панкреатит вы услышали меня полный человек даже плотный не обязательно большой вес не может иметь хронический панкреатит острый панкреатит хронический панкреатит это редкое редкое заболевание если у человека хронический панкреатит еда у него вылетает со свистом и это человек даже не худой он тощий еда вылетает со свистом некоторые приходят к медикам к медикам и говорят вы знаете вот у меня боли под левым под под левым подреберьем а да хорошо все катает у вас хронический панкреатит все диагноз ясен хронический панкреатит это не переваривание пищи а если пища не переваривается в организме значит микро макро нутриенты различные минералы витамины элементы у нас ничего не усваивается человек не получает пищи не получает белков жиров ничего все вылетает все уходит транзитом со свистом нету ферментов и человек со страшной силой при хроническом панкреатите начинает худеть три симптома внимательно слушайте три симптома хронического панкреатита первый симптом это катастрофическое снижение веса первый симптом а все полные вот такие все такие просто кровь с молоком имеют хронический панкреатит в бумажках пишут первый симптом это хроническое снижение веса второй симптом это страшные боли и даже не в животе а скорее спинные боли это спина поджелудочное когда не доведи господь третий симптом это диарея это постоянные поносы не иногда человек не вылазит из туалета это постоянные поносы то есть запоминайте вот у кого этих симптомов нету худобы страшной нету резкой потому что человек может похудеть сразу на 30 40 килограмм если нету страшных болей если нету постоянных поносов диареи никакого хронического панкреатита у вас нету вот это ставится все от фонаря хронический панкреатит и острый панкреатит это вообще редкое заболевание я сейчас смотрю на себя в камеру как зеркало вот это я такая румяная это после улицы это после холода на улице холодно но в доме так немножко разогрелась а румян как яблочко вот немножко питание да многие говорят вот не стоит только чего-то поесть я была вот в компании вот ела и сразу на второй день дает о себе знать поджелудочное так вот не поджелудочное это дают знать мы просто когда у нас проходит застолье мы переедаем но пришли за стол до серии сразу нам подают салаты мы с майонезом салатик попробуем и с оливковым маслом и попробуем салат а потом у нас закуски мы возьмем бутерброд с красной рыбкой но как это за столом обязательно бутерброд с красной рыбкой а там у нас икра красной или черной тоже возьмем а там поставили на стол нарезочку балычок дарницкий ска колбаска обязательно ска колбаска закусочка до горячего стола у нас закуски идут а там немножко что-то выпили а горячие закуски ой картошечка поселянский какая прелесть ой там ребра принесли сейчас поем ребрышка еще а там курочка ой прекрасно а там цыпленок табака супер сейчас поем потом у нас десерт ой какая прелесть я сто лет не ела киевский торт сейчас поем киевский торт ой да мне водички немножко пепси колы все на следующий день мы ставим диагноз я иду в аптеку у меня так плохо работает поджелудочная нужно купить мизин крион или допустим фистал мы работаем на аптеку то есть маркетинг работает молодцы да так вот вообще нашей поджелудочной все равно что мы едим жареная пареная котлетка это будет на пару или это будет кусочек жирного творога есть ключевое слово объем мы переели мы на вот таких столах переедаем и нас нас желудок давит на все органы он давит мы съели большой объем пищи здесь поджелудочно не играет роли абсолютно даже об этом говорил николай михалыча мосов по поводу жареной еды и паренной вареной он так и говорил а какое имеет значение вы съели жареное или пареные вот допустим не я могу съесть жареную котлету мне нормально могу на пару съесть тоже нормально когда человек здоровый ему все равно самое главное это объем вот объем будет влиять нельзя передать нельзя много есть потом сразу принимают от фонаря ферменты ферменты так нельзя оказывается принимать нужно сдать анализ анализ накал и все станет ясно каких ферментов не хватает и сколько нужно принимать ферментов только после этого анализа а нам прописывают все вот так от фонаря принимайте 10 принимайте 20 и почему-то связывают поджелудочную жирами вот жиров нельзя жиров нельзя то есть плохо работает фермент допустим липаза а возможно у нас еще проблемы с амилазой с протеазой на это никто не обращает внимание поэтому здоровому человеку все равно жареная пища или пареные самое главное ключевое слово это объем но если у человека уже действительно хронический панкреатит но это не наша тема мы с вами кровь с молоком у нас такого диагноза быть не может потому что мы все с вами в теле слава богу мы наоборот хотим сбрасывать вес но для общего развития рассказываю у кого хронический панкреатит эти люди должны питаться очень дробно должны быть маленькие порции 100 150 грамм жир должен перерабатываться таким ферментом как липаза а его человека или нету или очень мало вот не перевариваемый жир переходит толстый кишечник и раздражает стеночки толстого кишечника вот этот весь процесс называется стеатарея жир поступает кусочками которые не расщепились а вкаловые массы поэтому этому человеку обязательно нужно принимать большими дозами большими дозами ферменты и не только липазу тут идет еще и протеаза и амилаза но большими дозами и при каждом приеме пищи в основном назначают какие дозы у нас 10000 20000 крион пангрол нужно принимать 40 50 тысяч но это только при очень сложном заболевании хронический панкреатит а у нас с вами его нету вот так поэтому хочется даже посоветовать врачам как-то обращать внимание почему они ставят нам диагноз хронический панкреатит полные люди люди в теле люди с ожирением не имеют хронического панкреатита диагноз не обоснован это хорошая информация от гастроэнтерологов от кандидатов наук доктор вялов доктор гордонин это не я придумала это медицина хорошая информация на такой информации развиваются мне никто не поставить сейчас диагноз хронический панкреатит я же в теле какой хронический панкреатит но вот так неплакая информация с вами поделилась ищу для себя а с вами делюсь а теперь думайте как питаться и что такое хронический панкреатит и задумайтесь если он у вас вы запомнили три симптома хронического панкреатита это что катастрофическое похудение на 30 40 килограмм у вас это есть не думаю это страшные боли страшные человек не будет сидеть в ютюбе с такими болями третье это страшная диарея поносы не до видосиков поэтому я не думаю что у вас хронический панкреатит вот так мы с вами развиваемся милое сообщество я благодарна всем вам за просмотры моих видео я благодарна всем вам за прекрасные комментарии у нас такие комментарии класснючие и обязательно зачитаю я себе переписала я думаю в следующем видео зачитаю эти комментарии милые сообщества мои хорошие я благодарна всем вам за лайки любите себя и обращайте на себя внимание как сказала наша великая любимая актриса людмила хитяева ведь мы с вами себе и доктора и премьер-министры до встречи любите себя